Отправляюсь искать место под палатку. Мой план приехать до наступления темноты не случился, ибо вместо обещанных двух часов я ехала четыре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не могла пропустить это событие в этом году. К сожалению, мне никто не составил компанию. Наконец-то я в гуслице. Сама поставила палатку. Я с собой горда невероятно. Если она завтра меня не накроет, то вообще всё в порядке. Я надёжный человек в путешествии. Я очень была огорчена, что вместо двух часов я добиралась четыре. Главное, всё самое интересное впереди. Получается, поспела прям к костру. Супер. Ой, палатка у меня рядом. Что там? Головей в береге неинтересно. А тем временем я ноцул Вайдаршем, за которым ясью. Кнулся в берег. И когда он добежит... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь есть оборудованные туалеты, даже душевые Душ даже не рисковал, вон там ребята пытаются помыться, но вода холодная Раковина. Сейчас полдевятого утра, все начинают просыпаться Субтитры делал DimaTorzok Я примерно про это пыталась рассказать, что здесь смотря чего вы хотите доверить У нас никогда не было цели делать авторские туры Немцы ущемляют права своих женщин, что они даже ввели такой термин сакральный, нечистый, с чем я абсолютно не согласен Просто это разные энергии, это разные силы И, например, женщина, она является хранителем дома, это ее пространство И я, оказывается, в чуме, остаюсь без прав Мужчина и женщина – это половины одного существа Если что-то, что вы наблюдаете глубоко за делом вас, именно это вы должны показать Это отзовется у любого человека, у любого вашего зрителя Всегда Будь искренним Здесь начинается путешествие в мир темноты в два часа Любопытно, что это Темнота должна быть полнейшая, чтобы глаза не на что не откликались Ставим, если телефон, это только на нормальный режим И если у вас там нет никаких критиков, потому что из процесса очень опасно вылетать Просто стой, просто себя наблюдай пока Лучше, конечно, открыться, чтобы к миру Экспириенс очень необычный Я бы думала, что просто будут водить по темной комнате, что-то такое В итоге мы все с завязанными глазами Сколько нас там было? 20 лишних человек Общались между собой И это так интересно Я бывала в ресторане в темноте Получается, что темнота действительно раскрывает нас просто совершенно по-другому И это что-то вроде разговора в поезде с незнакомцем Ты действительно раскрываешься и чувствуешь, что ты можешь сказать все, что угодно Быть собой И это очень классно Также я поняла, что, видимо, у меня все в жизни хорошо Потому что потом нас завели в темную комнату Именно, кстати, этот этап подняться туда по лестнице был крайне стрёмный Потому что какая-то непонятная вообще лестница, куда ты идёшь И потом в темной комнате некоторые начинали плакать И дроны там летают всякие Взяла ропу на покушать с новым вкусом У меня под впечатлением Всё это длилось 2 часа И это было очень-очень круто Тут вот лекционный зал В этом здании Прикольно Прикольно Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, что это длилось Там езжать снова нужно Потому что, разумеется, слуга ходит вот так В смысле, тебе айсбург ядку И, как вы видите, вертолёт Фото с вертолётом Это можно пришить на первую станцию Собственно, вот это вот уже Антарктиды Примерно 1% Антарктиды занимает Земля Всё остальное это лёд Причём, вы знаете, меня много спрашивали Когда по медпутешествия Сейчас, видишь, ты видел кукол То есть у тебя это вообще то, что Земля на куполах закрыта А вот, вы не поверьте, очень много людей задают вопрос Типа, видишь, для него мне больше видео с антарктиды Потому что тебе запретили Там, видишь, ты видел кукол И тут у нас фото плоско Очень много Очень много Старинный фотоаппарат Примерные фоточки Выглядит, как какой-то лактер, космические корабли Которые были сделаны нам прямо в миллион звездных двоек А в миллион, насколько я знаю, это преддамет 200 миллионов долларов Ну, мы стоим среднего отстава, но тем не менее Прямо... Пошли, супер Прямо, польки, польки, польки Вот и столовка Одна из самых важных вещей, которые я усвоила в прошлом году Это поджопник Который позволит тебе сесть везде, где угодно Вернее, не до самого географического мыса А до памятника маяка Дежневу Ну, в общем-то, символизирует сам мыс Вот такое путешествие у меня получилось Четвертый раз на Чукотке я была зимой У меня еще была мечта пробежать гонку за собачьими упряжками на лыжах Утро воскресенья Шикарная погода Вот здесь утренняя зарядка проходит Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Как раз нас снимала съемочная группа телеканала Russia Today, мы там провели прикольнейший движ, попрыгали через горящие машины и за БМП покатались. И буквально через несколько часов съемочная группа вернулась, монтировала этот сюжет и вышла в новости Russia Today. Дальше уже я наблюдал развитие событий, буквально там по минутам, когда видео вошло в новостные блоки практически всех федеральных телеканалов России. Дальше оно перепрыгнуло на Европу. Мне уже там сестра звонила из Европы, говорит, ой, типа, Паша, я тебя тут по телеку показываю. Совершенно разные вещи. Выживание, оно основано на одном принципе, психология. Насколько вы себя сможете мобилизовать в той ситуации, в которой, вот я чем занимаюсь, но я просто адаптации. Я учу людей существовать в той среде, в которую они попали. Неважно это, лес, горы, город, не имеют никакого значения. Боевые территории, то есть, не имеют значения. Здесь есть понятие принципов, концепций. Вот по которому геологическим объектам человек может адаптироваться к тем ситуациям, в которые он попадает. Многие едут на электричке, но прямая электричка до Москвы ходит всего лишь три раза в день. Рано-рано-рано утром, в 6 часов вечера и уже позже. Поэтому я решила все-таки опять на автобусе, хотела сейчас народ идет на другую электричку с пересадкой. Короче, можно до Москвы, но что-то мне неохота. Поэтому решила все-таки тоже на автобусе, но до остановки идти пешком полчаса по шоссе. Грубо говоря, ну короче, вот так вот просто по дороге, что тоже неохота. Я приехала, уже стемнело, мне пришлось вызвать такси. Сейчас я тоже жду таксишку. Здесь только Яндекс. Убер не ловит. Сначала типа там 400-450 рублей показывать, доехать, хотя тут ехать-то всего ничего. Можно подождать и добиться. Сюда я доехала за 308 рублей, сейчас за 320 с копейками. Ну, такое. Хотя до вокзала железнодорожного 10 минут пешком. Хочу сесть в автобус и уже до Котельников доехать. Хотя есть, конечно, плюсы в электричке, что все-таки ты уже в центр Москвы приезжаешь. Ну, не знаю, предпочитаю все-таки автобусы. Спасибо.